друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим королевский манник на кефире в конце к маннику мы приготовим очень вкусный крем заливку я думаю что именно поэтому манник называется королевский а как на самом деле если вы знаете то напишите мне в ваших комментариях для приготовления понадобятся самые простые продукты все мы будем отмерять в стаканах и в ложках миксер тоже не понадобится рецепт очень практичный и удачный миски смешиваем 1 стакан кефира и 1 стакан манки вместо кефира можно использовать молоко и все перемешаем отставим в сторонку чтобы кефир с манкой набухли примерно на 15-20 минут и пока подготовим следующие ингредиенты смешиваем два яйца щепотку соли и стакан сахара и перемешаем венчиком и подготовим муку 1 стакан муки смешаем с двумя чайными ложками разрыхлителя если вы пользуетесь содой то погасите одну чайную ложечку соды в кефире или если вы готовите на молоке то погасите просто соду уксусом муку с разрыхлителем перемешаем кстати такой же рецепт можно приготовить порционных формочках для кексов манка у меня хорошо набухла и теперь соединяем все три массы добавляем сюда лично сахарную массу перемешиваем добавляем пол стакана растительного масла можно растопить сливочное и просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем все до однородной консистенции в тесто также можно добавить разные добавки экстракт ванили цедру апельсина цедру лимона орехи шоколад по консистенции тесто должно получиться как густая сметана подготавливаем форму я буду использовать форму размером 20 сантиметров стилаю ее пергаментной бумагой и смазываю небольшим количеством растительного масла и переливаю тесто и отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 35 40 минут ориентируйтесь на особенности вашей духовке и как обещала приготовим заливку для этого смешиваем 250 грамм жирной сметаны у меня сметана 20 процентной жирности и добавляю пол банки сгущенного молока я это делаю на глаз и просто все перемешаем несмотря на простоту приготовления такая заливка получается очень очень вкусная манник у меня запекался ровно 40 минут готовность проверяем деревянной шпажкой на выходе она должна быть сухая даем ему немного остыть буквально минут 10-15 и затем достаем его из формы посмотрите какой красивый пышный манник у нас уже получился сейчас мы его зальем нашей заливкой и украсим убираем пергаментную бумагу аккуратно срезаю образовавшуюся шапочку затем манники делаю множество проколов с помощью зубочистки пока манник остывал крем немного загустел в холодильнике я его сверху поливаю и смазываю подготовленным кремом и сверху украшаю крошкой давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк пишите мне ваши отзывы и комментарии а я всем желаю приятного аппетита готовьте с удовольствием и до новых встреч